МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Панау Сембекова. Сургоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. Сезон круглый год. Сахарный завод Куксуши-Кер начинает переработку сахарного тростника. Холодно. В восьми регионах в канун и в новогодние дни объявлено штормовое предупреждение. В Алматы и области синоптики прогнозируют снижение температуры до минус 28. Легкая нажива, тяжелые последствия. В предновогодние дни по горячим следам раскрыты десятки краж. Количество конфликтов между работодателями и рабочими снизилось в два раза в Казахстане. Связано это в первую очередь с поправками в Трудовом кодексе. Благодаря нововведению в законе и ряду заключенных меморандумов удалось сохранить более 2 миллионов 300 тысяч рабочих мест. Об этом и не только говорили на правительственном заседании под председательством премьер-министра страны Оскара Мамина. Как показывает статистика, с начала года защищены права 31 тысячи работников. Несмотря на мировой экономический кризис, вызванный пандемией, удалось удержать безработицу на уровне 5%. Стоит отметить, мировому рейтингам труда Казахстан поднялся с 30-го на 25-е место. Главной задачей всех сторон трудовых отношений является соблюдение трудового законодательства. Надо держать данные вопросы на особом контроле. Поручаю Министерству труда совместно с акематами и госорганами выработать алгоритм выявления задолженности по заработной плате в проактивном режиме. На основе данных информационных систем также необходим полный перевод трудовых договоров в электронный формат, что позволит обеспечить оперативный и объективный контроль за соблюдением трудовых прав граждан. Определенный приоритет развития рыбной отрасли. Производство рыбной продукции намерено увеличить в Казахстане в 30 раз. Сделать это планируют в течение ближайших 10 лет. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов, будет создано свыше 500 новых хозяйств и 50 тысяч рабочих мест. Насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием – одна из главных задач правительства, отметил глава Кабмина. По его мнению, страна обладает богатой флорой и фауной, и это направление непременно нужно развивать. 7 тысяч тонн сахарного сырца из Бразилии в ближайшее время переработает Коксусский сахарный завод. Дополнительный объем позволит работать круглый год без простоев. 3000 тонн сырья доставили на предприятие. Работники завода уже приступили к его полноценной разгрузке. Приготовили все необходимое оборудование для переработки. До днях ожидают прибытия еще 4000 тонн. Все установлено, как вы сами видите, теперь осталось после завершения это все прокачаться на воде, а потом уже будем запускать завод на переработку. На сегодняшний день завод сейчас перерабатывает сахарную свеклу, как при окончании, после проведения некоторых работ по ремонту, мы начнем переработку сахара сырца. Для нас это новое. Будем пробовать. На это новое производство завод потратил около 350 миллионов тенге. Основной целью послужило избежание простоя работы предприятия и обеспечение потребности сахара в стране. Отметим, готовый продукт на республиканский рынок выйдет уже в феврале. Он не будет отличаться от свекловичного сахара. Если раньше его как-то делили, сердцовый сахар, свекловичный сахар, в настоящее время у нас ГОСТ один. Сахароза в том же количестве, там ничего не поменялось. Ну, там есть кое-какие отличия, конечно. Там свекла, тростник, поэтому незначительный такой, который ни на что не влияет. Цена на сахар также останется, рыночная цена не изменится, а то все также будет реализовываться по такой же цене. Говоря в целом, сахарный тростник произрастает только в тропическом климате. Оптимальная температура для его роста составляет 30 градусов Цельсия. Массовое признание этого продукта стало возможным благодаря большому количеству его полезных свойств. Как отметили специалисты Коксусского завода, особым качеством отличается тростниковый сырец из Бразилии. Руслан Румуханбетов, Жаик Курмамбаев, телеканал ЖИЦУ. 63 человека и 21 единица техники стали заложниками снега и буранов на дорогах Алматинской области. И люди, и транспорт были спасены сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям. По их же мнению, неприятности можно было избежать, если бы пострадавшие были более внимательны к сообщениям о надвигающихся природных катаклизмах. К слову, по прогнозам синоптиков, новогодние праздники сулят понижение температуры воздуха. Насколько внимательны жители областного центра к подобным оповещениям, выясняла наша съемочная группа. Когда выдвигаешься куда-то в Дальний путь или, например, в Стаду Кургана в Алмату, обязательно смотришь прогноз погоды. Обращаешь внимание в любом случае на эти сообщения. Когда я куда-то еду, я всегда смотрю, какая будет погода, что-то мы рекомендуем. Это же наша безопасность. Я, к примеру, всегда обращаю внимание на рассылку от ЧАЭС. В особенности, если планирую выехать в сторону Шарала. Если приходит СМС о закрытии трассы, я никуда не выезжаю. Обильные осадки, заморозки и гололёд. Нынешняя зима выдалась суровой. А по мнению сотрудников ДЧАЭС, в этом году значительно возросло и количество граждан, попавших в опасную для жизни ситуацию. Причём большинство случаев возникло по вине самих горе-путешественников. Игнорируя оповещения службы ЧАЭС, они объездными путями выезжали на небезопасные участки трассы. Зачастую жители игнорируют данные СМС-рассылки и часто попадают в сложные метеорологические условия. И затем нам приходится реагировать на все эти случаи. Одним из сложных участков Алматинской области является трасса республиканской автодороги Ушарал-Достык. Именно этот отрезок пути наиболее часто фигурирует в СМС-рассылке от Департамента ЧАЭС. На данной автодороге регулярно происходят снежные заносы. В таких случаях дорожными службами вводятся ограничения на данных участках, о чём оповещается Департамент под чрезвычайным ситуацией. И мы автоматически, незамедлительно осуществляем СМС-рассылки для наших граждан. На сегодняшний день, благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников ДЧС, не зарегистрировано ни единого случая обморожения среди пострадавших. Несмотря на это, Департамент настоятельно рекомендует придерживаться элементарных правил безопасности на дороге. Если вы приняли решение о выезде за пределы населённого пункта, не игнорировать, опять же, СМС-рассылки, следить за метеообстановкой, погодными условиями, иметь при себе в машине цепи, паяльные лампы, свечи, тёплую одежду, небольшой запас воды и продуктов питания, медикаментов. Иметь с собой лопату. Если вы оказались всё-таки одни в сложных метеорологических условиях, то незамедлительно позвоните в службу спасения, это по номерам 112-1. Наша служба обязательно окажет вам помощь. К слову, советы сотрудников Департамента могут пригодиться. Ведь в предстоящие праздничные дни жители Алматинской области ожидают сильные морозы. 30 декабря по области без осадков. Ночная температура от 8 до 13 градусов, местами до 20 градусов мороза. В северных регионах области температура опустится до 28 градусов мороза. 31 декабря местами ожидается снег, гололёд и метель. 1 января ожидается снегопад. Ночная температура от 15 до 25 градусов мороза. В северных регионах области до 28 градусов мороза. Гульмира Тимиргалеева, Габит Кабдрахман, Ержан Дуйсен, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Как показала статистика, в период встречи 2020 года в области произошло 14 пожаров. Четыре из них – последствия использования некачественных пиротехнических изделий. Об этом сообщают сотрудники ДЧС области. Основная причина – пожаров несоблюдение правил безопасности. Если взрослые получают травмы из-за собственной беспечности, то малыши – из-за элементарного незнания правил безопасного поведения. Спасатели напомнили, что использовать пиротехнику можно только со взрослыми. И в первую очередь товар должен быть сертифицирован. Некоторые продавцы соблюдают это правило, но большинство предпринимателей в поисках наживы игнорируют требования. В регионе легально пиротехнику продают только 20 официальных магазинов. Остальное, можно сказать, нелегальный товар. Потому спасатели в который раз обращаются к населению с просьбой не игнорировать предупреждения. Мы рекомендуем настоятельно приобретать эти пиротехнические изделия только в лицензионных магазинах, у которых есть сертификаты соответствия и качества на эту изделию. Избегать приобретения пиротехнических изделий именно в стихийной торговле, где зачастую этих сертификатов отсутствуют, а также вызывают сомнения происхождение данной пиротехники. При ее использовании, конечно, ни в коем случае нельзя ее использовать детям, нельзя ее использовать в помещениях, что может привести к трагедиям. 23 декабря принят закон, предоставляющий право по использованию части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным финансовым компаниям, сообщает Артком Киезет. Подробности и механизм разъяснил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Акмади Сарбасов. Он остановился на трех категориях претендентах. Право будет предоставляться работающим гражданам, имеющим накопление ВНПФ, которые смогут использовать часть суммы, превышающей порог достаточности в соответствующем возрасте. Таких граждан порядка 760 тысяч. В среднем 2 миллиона 300 тысяч тенге приходится на одного человека. Определенная сумма должна остаться на счету вкладчика. Вторая категория – это состоявшиеся пенсионеры. Они могут использовать до половины накоплений, однако при условии, что совокупный размер их пенсии обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне 40%. Таких порядка 170 тысяч казахстанцев. В среднем по полмиллиона тенге на каждого. Третья категория – граждане, оформившие уже пенсионный аннуитет и имеющие накопления ВНПФ. В целом по этим трём категориям порядка 1 миллиона человек вправе могут воспользоваться изъятием части пенсионного накопления на обозначенные мной цели. В пользу случаев хотелось бы отметить, что основное назначение пенсионного накопления – это обеспечение доходами стабильными при достижении старости. Поэтому предлагается всем гражданам взвешенно подойти к вопросу изъятия пенсионного накопления с учетом действительности ситуации и потребности социальной нужды, в данном случае, семьи. Правительством будет определённый полномочный оператор по целевому использованию пенсионных выплат. На первом этапе предлагается определить отбасы банка. Механизмы все будут изложены в правилах. По улучшению жилищных условий правил будут утверждены в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. По вопросам оплаты лечения в Министерстве здравоохранения. В Казахстане законодательно отменили смертную казнь. Применять её можно будет только в военное время. Министр иностранных дел Мухтар Тлюберде отметил, что Казахстан с момента обретения независимости проводит политику постепенного сужения сферы применения смертной казни и гуманизации уголовного законодательства. Напомнив, что 17 декабря 2003 года первый президент ввёл мораторий на полное приостановление смертной казни. Согласно документу, страны и подписанты принимают обязательства не применять смертную казнь и принимать все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции. Вооружённое ограбление магазина в Алматы попало на видео. Подозреваемый гражданин Узбекистана задержан. Как видно из записи видеокамер наблюдения, грабитель зашёл в магазин под видом покупателя. Потом достал нож и, показав его продавцу, потребовал деньги из кассы. Женщина, испугавшись, отдала все деньги. После этого потерпевшая сообщила о грабеже в полицию. Подозреваемый мужчина был задержан и доставлен в управление полиции Бостандыкского района. Оказалось, что за короткий промежуток злоумышленник ограбил два продуктовых магазина. В отношении задержанного начато досудебное расследование. Сейчас он в изоляторе временного содержания. Казахстанским студентам российских вузов разрешат дистанционно защитить дипломные. Дипломаты посольства Казахстана в Российской Федерации провели переговоры с руководством Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России и ведущих вузов. Сообщается, что были достигнуты договоренности о возможности защиты казахстанскими студентами дипломных работ дистанционно. Также с российской стороной достигнута договоренность об организации ПЦР-тестирования на коронавирус возвращающихся казахстанских студентов и обеспечении мест в общежитиях для прохождения 14-дневного карантина. Конкурс среди медработников прошел в Талдыкургане. Организатором выступил областной профсоюз работников здравоохранения СНМ. Участие в нем приняли 11 творческих людей в белых халатах, состязавшихся в онлайн-конкурсе на тему «Муза моей песни. Независимость». Мероприятие проводилось с 11 ноября по 23 декабря. Приз за лучшую патриотическую песню получила талдыкурганская медсестра Айнур Хуанхазе. Вместе с первым местом от имени профсоюза она получила сертификат на 100 тысяч тенге. Независимость – это наше бесценное богатство, благодаря которому мы многого добились и имеем то, что у нас есть сегодня. Спасибо профсоюзу СНМ, благодаря которому я смогла поучаствовать в интересном патриотическом конкурсе и даже занять первое место. В своем выступлении я исполнила песню от Амикен Розы Рымбаевой. Хочу сказать, что мы должны ценить нашу независимость и любить нашу страну. В связи с пандемией, тяжело отразившейся особенно на работниках сферы здравоохранения, мы решили подбодрить наш медперсонал этим патриотическим онлайн-конкурсом, посмотреть который может любой желающий. В этом патриотическом состязании было три призовых места. За первое предусмотрена награда в 100 тысяч тенге, за второе – 70, и за третье – 50. Участников было 11, однако те, кто не занял призовые места, все равно получили от нас подарок в виде сертификатов на 10 тысяч тенге. Первые в области. Работа Талдукорганского управления по делам обороны за 2020 год признана наиболее плодотворной среди коллег в Алматинской области. В честь заслуженного успеха организована торжественная церемония. Поздравить работников вооруженных сил прибыли местная знаменитость Пахберген Аскорбеков и студенты музыкального колледжа имени Куляш-Пайсиитовой, выступившие с патриотической шоу-программой. Особенно отмечались заслуги в сфере призыва военнообязанных и работе со школьниками, участвующими в военно-патриотических сборах. Отличившихся работников городского военкомата наградили почетными грамотами от лица Акима города и начальника департамента по делам обороны области. По итогам 2020 года мы удостоились особой похвалы. В Алматинской области есть 17 отделов и управлений по делам обороны, и из них Талдыкурган оказался на первом месте. 11 сотрудников нашего управления награждены почетными грамотами и ценными подарками. Это не только стимулирует работников, но и повышает их эффективность. Милан меняет цвет. Город, включенный в период пандемии в оранжевую зону, в канун Нового года укрыт толстым белым азиалом. Сильное похолодание, 15-сантиметровый слой снега парализовали всю Ломбардию, где отмечены перебои с электричеством, нарушено движение транспорта. Власти Милана разработали экстренный план действий, мобилизовав на борьбу со снегом сотни работников коммунальных служб. Они расчищают улицы и посыпают их реагентом. Настоящая зима пришла и к жителям Пьемонта, Венето и Лигурии. Из Савоны поступают сообщения о серьезных пробках и осложнениях в работе главных автотрасс. А на долю столичных жителей выпал настоящий штормовой ветер. Полиция и пожарные Рима выезжают на звонки пострадавших от падения деревьев, обрывов проводов. Всего специалисты получили около 50 таких вызовов. Британцы массово бегут из-под швейцарского карантина. Накануне власти конфедерации распорядились отправить всех островитян на 10-дневную изоляцию. На фоне сообщений о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании. В ночь на воскресенье, проведя несколько дней в заперти в номерах на горнолыжном курорте Вербия, сотни подданных короны тайно бежали из гостиниц. Владельцы отелей заявили, что не осуждают поведение гостей. Среди них были и семьи с маленькими детьми, запертые в 20 квадратных метрах. Местные власти тоже не горят желанием принуждать приезжих изолироваться. Они заявляют, что правительство конфедерации не дало им ни возможностей, ни особых полномочий кого-то задерживать и запирать в номерах. Французские монахини из обители Святого Йоана в Бургундии пляшут и поют «Катюшу». Крипт Ютюб собрал уже более 100 тысяч просмотров. Монахини таким образом собирают средства на ремонт. Они решились действовать, потому что пресать могут из них не все. В числе 32 монахинь и послушниц есть те, которым в силу возраста и здоровья уже сложно исполнять свои обязанности. И потому им приходится думать о переезде в другие монастыри. Их собственное здание не приспособлено для пожилых. Чтобы не разрушать сложившееся сестринство, их инициатива так и называется «Вместе до конца». Монахини хотят собрать средства на ремонт келли, подъемник для инвалидных колясок, переоборудование, часовни и аптеку. Не деликатес, но тоже вкусно. Любителей дармового мяса и легкой наживы задержали в Алакольском районе. В селе Кораблак они похитили баранов и овец не с одного, а с нескольких подворий. На дело скотокрады выходили с периодичностью раз в несколько дней. Поскольку краденый скот нужно было как можно скорее сбывать. Оперативно-розыскные мероприятия дали ожидаемый результат. Проанализировав почерк преступников по следам краж с трех подворий, сотрудники полиции быстро установили опозднее и задержали подозреваемых. Что самое печальное, незадачливым ворам оказалось по 17-18 лет. За легкой наживой юнцы далеко не пошли. Крали скот у односельчан, жителей села Кораблак. Затем на легковом автомобиле вывозили в райцентр город Ушарал и там продавали по сходной цене знакомым. Порой ниже рыночной в два раза. Всего, как установили полицейские, было похищено 7 голов мелкого скота. По факту скотократства приняты необходимые меры, ущерб владельцам восстановлен полностью. Обнаружив, что у меня из сарая украли скот, я тут же обратился в правоохранительные органы. Сотрудники Алакольского управления полиции смогли быстро найти украденный скот по горячим следам. Хочу выразить огромную благодарность за проделанную ими работу и пожелать успехов в их нелегком деле. В Алматинской области задержана преступная группа, в составе которой есть рецидивист. В криминальном списке преступной группировки кража 40-тонного контейнера стоимостью 900 тысяч тенге серия квартирных краж, в одной из которых нанесенный ущерб превысил 1,2 млн и многие другие. В ходе следствия стало известно, что один из подозреваемых ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные и даже более тяжкие виды преступлений. Трое задержанных в настоящий момент признают свою вину и находятся в следственном изоляторе. Досудебное расследование начато, другая информация в интересах следствия не разглашается. Сотрудниками УПН Бешклевского района при проведении ОРУМ была задержана преступная группа, состоящая из трех человек, один из которых ранее судим по аналогичным преступлениям. В настоящее время в отношении них доказаны пять фактов стражи на территории НБШКО района. Проводится досудебное расследование. Все подозреваемые лица во дворе ВВС УПН Бешклевского района. Сборная Алматинской области по стрельбе из Лука 2020 год завершила успешно. Об этом заявил ключевой член команды Ильфат Абдулин. Он отмечает, что в этом году во время пандемии было нелегко всему спортивному сообществу. Однако тренировки продолжались без остановки. Таким образом, на чемпионате Казахстана семеречницы заняли первое место в общекомандном зачете среди мужчин и женщин, завоевав 14 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. Необходимо отметить хорошие результаты лучников-олимпийцев. В следующем году у них начинается олимпийский цикл. И на чемпионате страны они доказали, что не потеряли физическую форму и меткость. Теперь лучники Алматинской области после новогодних праздников планируют провести первый в 2021 году учебно-тренировочный сбор. Подготовка будет идти на первенство республиканского масштаба. В основном приоритеты ставим на Олимпийские игры в командном виде, потому что у нас одна из сильнейших команд в Казахстане по стрельбе из лука. Приоритеты ставим команды. Готовим сейчас в данное время, зимнее время, это в физическом плане, в психологическом плане. Планы все поставили. Тренер, тренерский штаб очень хорошо работает. Все взаимосвязано в командном работе. В январе месяце будет, даст Бог, чемпионат области, проверимся перед Казахстаном. Планируется. И в основном цель ставим к феврале, будет чемпионат Казахстана. Там мы должны показать свою идеальную форму, хорошие результаты. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин